Андрей Олегович, вы сказали интересную фразу «принять меры к уходу Лукашенко». Кто может принять эти меры и спасет ли на этот раз Россия Лукашенко, или она уже будет менее заинтересована в этом? Ну и, конечно же, интрига вокруг объединения России и Беларуси, глубокого, она продолжает витать в воздухе, я бы так сдержанно сказала. Поэтому и так принять меры к уходу Лукашенко. Кто? Вот мне не хочется отвечать серьезно на этот вопрос, почему. Я не хочу помогать России думать. Они не думают, пускай продолжают не думать. Потому что, в общем-то, Лукашенко сейчас делает все, чтобы обрушить экономику в России. Посмотрите. А расскажите нам об этом, нам это интересно, между прочим. Смотрите, вроде как уже Путин торжествует, уже вроде как из Байдена встреча будет. И вроде как Байден принял решение, которое, я уверен, в Украине восприняли резко негативно при остановке санкций по Северному потоку и по кампании, которую возглавляет офицер Штази, друг Путина. И тут вот Лукашенко самолетом с этим заставил всех снова заговорить о санкциях в отношении Зеверного потока-2, именно в отношении России. Ну, пускай они продолжают его поддерживать. Потому что, знаете, он, в общем-то, сегодня, он наносит серьезнейший ущерб экономике России. Он наносит серьезнейший ущерб вообще хоть каким-то международным связям России. Потому что они же не думают, да? Они, даже когда в Украину вторглись, в Донбасс и аннексировали Крым, они не думали вообще о последствиях. Они думали, что само все образуется. А мы знаем, что сегодня происходит в Крыму, куда российские олигархи и бизнесмены надеялись удачно вкладывать, а столкнулись с бандитской ситуацией, то есть с криминалитетом, который сегодня, причем худшего качества, который сегодня пытается управлять Крымом. Но я полностью здесь, конечно, своим друзьям и вообще крымским татарам сочувствую, и мы их постоянно поддерживаем. Так вот, насчет объединения. Вы знаете, это вот разговоры, которые ведутся уже сколько лет. Даже не 20 лет правления Путина, а с времен Ельцина. Потому что Ельцин был инициатором подписания этого союза договора. Ему нужно было переизбраться в 96-м году, и вот он пошел на эту авантюру, подсказанную кремлевскими имперцами. В общем-то, и ему по душе. Собиратель такой вот, русский царь-собиратель земельки, что нам совершенно не помогло никак. Помогло Лукашенко, наверное, но не нам. Если бы хотели, наверное, уже бы вы объединились. Но это будет мощнейший удар по всем аспектам вообще существования России. Экономический, международный, политический, информационный. Никто не признает ничего. То есть, это ускорит развал России моментально. Я почему говорю, что я не хочу анализировать? Потому что, может быть, это и хорошо добыло бы, чтобы годик пожить, затянув пояса. Ну и потом наблюдать, как будут возникать нормальные демократические государства на территории России. Я хотел бы еще сказать, что не в обиду украинцам будет сказано. Путин очень тяжело принимать решения какие-то об аннексе или вторжении в Беларусь. Потому что, в общем-то, удалось российской пропаганде сделать из украинцев врагов на какой-то момент. И убедить население России в том, что там просто все жаждут присоединиться к России в Донбассе. А в Беларуси такого нет. Как ни странно, к белорусам хорошее отношение со стороны официальных кремлевских лиц. Иногда их прорывает. Они понимают, что нужно поддерживать линию Кремля. Но не могут скрыть своего презрения к Лукашенко и, в общем-то, симпатии к белорусскому народу. Не говоря уже о людях, а люди просто симпатизируют белорусам. Это где-то обидно, потому что это происходит генезис всего этого, потому что не считают нас самостоятельным государством. Это вот такие добрые, хорошие, вежливые, с открытой душой белорусы, которые, в общем-то, и не самостоятельные народы, и не самостоятельные государства. Вот это немножко обидно. Но, с другой стороны, господи, там очень много времени пройдет еще, пока у них мозги на место станут, даже на бытовом уровне. Но вот что я хотел бы подчеркнуть, что действительно, вот такое отношение к Беларуси просто Путину сдерживает все время. Потому что могли быть какие-то уже договоренности, и сейчас там. У него другая стратегия, которая, в общем-то, более опасная, наверное, он давит на Лукашенко. Он пользуется любой возможностью ослабить его и забирает собственность. Вот как я говорил с Белтрансгазом, сейчас, наверное, нацелился на калийный, может, еще на азот, на химическое наше производство. Там грот на азот, где... Поэтому вот такое объединение, ну... Знаете, это аргумент, который используют лоббисты Лукашенко в Европе и в Штатах. А нельзя вот давить... Я надеюсь, что до воскресенья этот аргумент можно было использовать. Нельзя его слишком давить, иначе он уйдет в Россию. Куда он уйдет? Ну, куда он уйдет? Его не будет на завтра, если он уйдет. То есть... Никто не будет терпеть выходки вот этого вот сумасброда. Даже Кремль. Поэтому я бы не оглядывался на Россию, а думал, как нам избавиться от этой международной угрозы, которая угрожает и Украине.